Мамочку, которую едят оводы. Вон она плавает. Вот солнечная дорожка у мамы. Хорошего дня. Сегодня пятница, первый день отпуска. И мы добрались до деревни на пляже одни. Вон наше лежбище котиков. Майи уже проплыли. Где-то там у Чтани тут хорошо плавать. Она ходит в бассейн на тренировке у нас с тренером. Второй год уже в прошлом летом пошла. Вот первый раз. И этим продолжаю занятия. Чтобы более уверенный ребенок себя чувствовал на воде. А я хочу запечатлеть. Вот сейчас идет... Сейчас может уже, конечно, и прилив. Но был отлив. Видно это по мокрому песку. То есть куда дойдет потом вода. Сейчас видно, что водоросли. Могу вам показать. Когда мелко стало. Иногда плаваем, они задевают. Конечно. Вот здесь, около берега, там чисто. Там нет водорослей. А в этой части пляжа, вот на входе, есть водоросли. Очень красивая солнечная дорожка. И вот здесь сейчас так мелко. Вот эти вообще уже остались. Где-то даже тут видела кувшинку. Видите, лежит. Вода ушла. Был уже такой год, когда было мелко. Вода уходила. И вот еще кувшинка. Посмотрите, как красиво. Вот когда эти низкие волны. Тут осока. Вон чайки. Еще одна кувшинка. Она растет. Интересно. Ну, она жива. Дорога просто. Сейчас водичка вернется. И все будет хорошо. Так. Здесь вот тоже эта заводь. С водорослями. И так. Тут красиво. Эта трава. Я ее уже нафоткала. Плотная-плотная. Такая жесткая. Папа нашего терпения много. У нас папа транспортмен. Мастер спорта международного класса. И он работает с людьми. Много лет. Так что, слушайте, красотень. И мы здесь обычно только плаваем. А сейчас можно посмотреть, как все выглядит из воды. Какая заводь. Прям на берегу здесь растет дикая малина. Она маленькая, но такая ароматная. Ее здесь очень много. Сейчас наплаваемся и будем лакомиться. Она уже поспела. Ягода малина. Нас к себе манила. В июне здесь цвели ирисы. И сейчас после цветов появились коробочки. Я так понимаю, что с семенами. Мы потом еще приедем попозже. Сейчас они пусть дозреют. Может быть возьму. Там рядом тоже с домом у нас посажу. Вот так вот они необычно. Ну, по крайней мере, никогда не видела, как большой-большой горох. Такие коробочки. Вот такая водичка. Сегодня у нас будет шашлык. Замариновала куриные крылышки. Замариновала уже шампиньоны. И сейчас буду делать овощи для того, чтобы запечь их на мангале. Здесь обычный перец грунтовый. Грунтовой зеленый. Для красоты красненький взяла. Баклажаны, кабачок. Тут у меня грибочки. Просто растительное масло, соль, немножко паприки. И тут тоже с перцем, с паприкой, с лимонным соком, на минералке. Лук, соль. Куриные крылышки. Там немножко еще куриной бутки. Как же я люблю вот эти летние натюрморты. Все такое яркое, все такое вкусное. Ой, вообще балдеж. Прям обожаю. Я даже сейчас сфоткала вот эту композицию. Летний овощной шашлычок. В качестве закуски очень часто мы готовим вот такую простую закуску. Мы берем лаваш. Берем творожный сыр. В данном случае у нас вот такой заливный луга сливочный. Тонко нарезала огурчик. И здесь у меня лист салата с грядки. И укропчик Анютка нарвала, дочка моя. Я сейчас смажу творожным сыром. Положу огурчик. Положу прямо вот так вот салат. Укроп сейчас подумаю, либо целый, либо порежу. Свернем вот такой рулетик и наскосочек разрежу. Я вам уже покажу в готовом виде. У меня в этой пачке 4 лаваша. Но получится, значит, у нас штучек 8 вот таких закусок. Очень легкая, вкусная и к обеду, к мясу. И очень вкусная утром с кофейком. Голубика уже поспелого. Блогер все кинул мимо корзинки. Сейчас мы вот так поступим. Так растет голубика. Может, даже вишенку положить. Так, кто внушит? Это потом носок. Только братья. Солнышко. И сейчас будем собирать ягоду и красную, и черную. Ой, кайф по травке босеку. Это счастье. Здесь сейчас буду собирать вот этот сухостой на семена. У меня тут и шульцы, и маки, и где-то, где-то, где-то. Красавчик мой. Красивый коралловый флокс. Мы его подвязали. Поставили вот эту палочку, а то он такой раскидистый, что начал завалиться. В общем, уберу отсветшие цветочки, и кое-что на семена, кое-что выбросить. Тут уже начала пропалывать. Здесь астрочки будут. У маршавиатров должны быть такие белоголубые. Очень грозилые. Шульц у нас вырастает. С массивом. Но все равно я немножко семян. Вот тут запомнил, где тут беленькая была, надо с нее взять семена. Она образует после цветения вот таких корзиночек, как горошек. И там, и там семена. Она потом, я ее вот в эту высокую кружку ставлю, она раскрывается, и зернышки падают. Ну и нужно убрать сорняки. Так что вот такое у нас с вами начало нового влога. Дачные, отпускные дела. Потрясающая погода, тепло, солнышко. Такой приятный ветерок еще дует. Вот такие вот. Ой, сейчас вам покажу. Голубое небо и флокс. Сейчас я их вот так вот и сфоткаю. Порой снимаю, ведет такой ракурс, ловлю красивую, думаю, о, фоточка. Сейчас будет фоточка. Так у меня проходит сбор ягод, девочки, поднимаешь ветки, аж клоняться тяжелую. Много смородинки. Сейчас витаминками будем заряжаться и с сахаром перетирать. Ягоды, солнышко, лето. Красота какая. Сувалами, выпущено штормовое, про запреждение. Давай завтра поедем. Леша, привет тебе огромный. Знаю, что ты любишь. Вот, ну на самом деле у нас все практически одни и те же блюда летом. Как обычно, заварила чай, буду сейчас готовить. Вот нарвала укропчик такой ароматный. Это, по-моему, называется гигантский шашлык. Я вам показываю, как мы с Анютой занимались грядкой. Мы поделили на несколько частей. Там у нас петрушка, укроп, немножко морковки. Ну, укроп удался на славу. Завтра соберу, повезу и маме, и на заморозку. Окрошку готовлю. В общем-то, как обычно. Огурчики свои, лук свой. Отварила яйца. Может, не все пойдут. Ну, вот там с майонезом потом съедим. Сейчас помою лучок. Все мелко порежу. Ой, здесь картошечка варится в мундирах. Ей еще минут, минут пять. Вчера с сынулькой съездили в лес. Меня сопроводил, насобирал лукошку. Любимая лукошка голубики. Сегодня так вкусно творожок. Завтрак был. Я так обрадовалась. Нашла в магазине Аленка конфеты Метелица. Я помню, в детстве мне этот вкус казался таким вкусным. Я так скучала по ним. Но они немножко по-другому выглядят. Там на фантике была девушка, как снежная королева. Ну, вот эти вкусные, но почему-то они мне по-другому запомнились. Сейчас к чаю что-нибудь возьму. Вот эти, вот эти нравятся, типа как с печенюшкой, что ли они такие. Матрешка, да, с печеньем она идет. Еще меня всегда очень радует вид лимонов. Не знаю, они такие, мне кажется, у них даже сам вид такой позитивный. Это мы сейчас нарежем и в баночку с сахаром. Всегда так удобно у нас в холодильнике хранится. Либо чай, либо лимонад такой домашний. В общем, набрали вчера. Есть ли угород лимонов. Ну, и остатки с вчерашнего стола делали на углях перец. Это показывало, как мы делаем все время лаваш. В общем, в принципе, все одно и то же. Но летом вот очень хорошо. Такое достаточно легкое и в то же время сытное блюдо получается. Это остатки с дня рождения. Запекали курочку на мангале, овощи, лаваш. Ну, в принципе, овощи с грядки. Взяли вот такой торт. Торт ассорти. Там три вида тортов. Лесная поляна, Ореховая и Прага. Прага очень вкусная. Мы приехали на Волгу купаться. Другой дорогой идем. Поэтому запечатлю новые места. У нас тут красиво. Много крапивы. Смотрите, как вода ушла. Даже речной мостик, он стоит на суше. Крапивушка. Надо идти аккуратно. Вчера меня в лесу погрызла крапива. Сегодня здесь. Вот так вот это все выглядит. Какая у нас тут красота. Просто слов нет. Тут катамаран и верезка. Посту какой сосновый вообще. И уже поспевает рябина. И обалденный сосновый воздух. А я так хочу. Какой-нибудь крем от Эвелина. Да, вот такой вот. Может быть у меня есть в кремике. А где, кстати, твой такой маникюр? Помнишь, я тебе покупала с арбузиками? А там клей высох. Да сколько такие ногти стоят? А ты как думаешь? Переверни, посмотри. Больше 200 рублей. Ну, посмотри, сколько, скажи мне точную сумму. Я знаю. Сколько их на сто? Люта, хочу попробовать. А, можно одну? Ну, пожалуйста, можно одну вообще? Как их снимают? Вот ты наклеишь их на день, ничего не сможешь делать этими руками. Давай, Сашке, выберем хорошую пасту и хорошую щетку. Май, я сама знаю, что Саша любит. Может, ропс или вот эту корейскую? Можно? Сейчас я подумаю. Дед! Дед! Стой! Ну, ты куда? Закидывай. Чё, ты серьёзно на них обидел, что они тебя там обозревают? Чего обижаться? Чего обижаться? Всё верно. Они молодые. И юные. Я старый. Да какой ты старый? Ну, я в ЖЗЛ человек. Он 80 лет женился и ребенок. 80 лет. Силы двух у человека. Понял? Наверное. Сила. Прожественно. Духа. Слушайте. Молчи. Добрый вечер, папа. Добрый вечер, Викторич. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просто хочу... И закончу этот влог покупками. Мне коллега посоветовала перчатки. Помните, такие раньше были в The Body Shop. Ну, в принципе, много их сейчас есть. Но она говорит, в общем-то, путём проб и ошибок нашла идеальные. Вот такие. Это марка Био Пари. Она говорит, отлично. Она любит принимать душ с мылом. Именно мыться с мылом. И говорит, вот эти перчатки отлично эксфолиируют, отличный массаж. У неё очень красивая кожа, у моей подружечки. В общем-то, она мне порекомендовала, скинула мне ссылочку. И я так была удивлена, что их именно вот производят во Франции. Ну, когда я зашла на Wildbris смотреть эти перчатки, я ещё перешла, в принципе, в этот бренд. Посмотреть, что у них есть. И я, девчонки, взяла нам с дочкой. Там целый набор был. Я вот у Ани немножечко взяла всех видов резиночек. Они бывают разного цвета. У нас вот такие золотистые. Розово, немножко вот в розовый. Бежево-золотистые. Вот такие. Ну, резинки как бы всегда надо. И взяла свой любимый чай гречишный от марки «Чайная библиотека». У него была хорошая цена. Чуть более 100 рублей. Может быть, 102 или 105. В упаковке 25 пакетиков. Очень мне нравится его вкус. Он такой, знаете, у него и аромат, и вкус печенюшек миндальных. Следующий у меня был заказ в интернет-магазине «Подружка». Вот здесь вот всё в сумочке. Я вам сейчас покажу, что там чуть позже. А пока покажу. Её пошли мы за заказом. Мы что купили ещё с дочкой. Она себе купила блески для губ. Но они уже у неё в сумочке. А я взяла свою краску 1021. Гарния Сен-Сэши. Роскошный цвет. Ну, всегда, в общем-то, я крашусь. Нужно, чтобы было в запасах. Когда вот придёт время, что отросли корни, надо покраситься. Решила попробовать маску от Estelle. Тонирующая маска для волос. Взяла жемчужный. Ещё думала, там такой розовый был. Ну, думаю, наверное, через чур розовый. Хочу сейчас попробовать. Сейчас будем, ну, буду купаться. И хочу нанести эту масочку. Значит, надо что, 3-10 минут подержать. На чистый влажный волос распределить, оставить. Смыть тёплой водой без применения шампуня. В общем, сначала помою голову, на влажный волос нанесу, подержу. И посмотрим. Немножко хочу освежить цвет, такой оттеночек придать. Вот эта штука очень дорогая. Но я прям так хотела её попробовать. Что-то 180 рублей это за малышка стоит. Сколько тут грамм? 25 миллилитров. Вообще, мне нравится средство понтин. Моим волосам подходит. И вот такая новинка. Биотин, ампула. Просто вот прям очень хотелось попробовать. Хотя я понимаю, что это дорого. Надеюсь, что будет хорошо работать на волосах. И взяла себе на речку вот такую повязку. Она была в разных цветах. Надела вроде ничего. Это Lady Pink. Цвет мне подошёл. Анютке, кстати, моей вообще не идёт жёлтый цвет. Ей больше тут такие розовые, фиолетовые, белые. Но померила. Мне понравилось. Как она на мне смотрится. В общем, чтобы и волосы убирать, и лицо. Ну, загорала, и волосы не мешали, и голову не напекала. 295, ну там с моей скидками. 15% скидка. То, что, зачем мы шли. Девочки, это был мой заказ в интернет-магазине. С доставкой в магазин, который у нас поблизости. Взяла свой любимый BB-крем. В самом магазине его нет. Мой самый любимый BB-крем, это Maybelline Dream Satin BB. И взяла в оттенки светлый. Так, маски. Вот эти маски были по 56 рублей. Я их штук 5 взяла вот таких. А те, по-моему, рублей до 80. Хорошая скидка была. А маски одни из лучших для меня, для моей кожи. Очень нравятся. Банабаги продают подружке. Больше их нигде не видела. В общем-то, вот это было по 56. И там, если мы пороемся, найдём их штук 5. У этих тоже была хорошая цена. И я взяла, это с цинтеллой уже идёт. Вот здесь всегда они внизу пишут, что здесь. Здесь вулканическая. Что это же вулканика? Не знаю, что. Хорошая вот эта хлопковая основа. И данная масочка у нас смягчает, увлажняет. Замечательная. Замечательная лекала, замечательная пропитка. Я вот сейчас приму душу, с этими перчатками распакую их. Хорошую сделаю пилинг. Сделаю маску. У нас сегодня будет прогулка. Я, конечно, вас возьму с собой. И поснимаю влог. И хочу сейчас привести себя в порядок. Потому что всё-таки дома мне больше нравится принимать душ. У нас на даче есть нагревательный котёл. Но там мало как бы объёма. То есть нужно, не знаю, ополоснуться. Выключить воду, намылиться. Выключить воду вот таким образом. Дома можно хорошо отмыться, отскрабиться. И снова поехать загорать. Лифтинг с витамином А. Это очень мне тоже нравится. Свежесть, энергия, виталайзинг. Вот эту серию беру впервые. Тоже была на неё скидка. Тоже Бонабаги. Она у нас что? В общем, какое-то сияние. Инъекция, увлажнение и сияние. Тоже Бонабаги. Восстанавливающая. Маска для лица с экстрактом чертополоха. Восстанавливающая. Репейник, цинтелла. Восстанавливает кожу. И ещё одна вот из этой серии. Тоже. Это Бэби Фейс Инжекшн. Маска, как она называется, для лица. Выраженный лифтинг эффект. Упругость. Экстракт подсолнечника. Питает, увлажняет кожу. Мощный антиоксидант. 30-20 минут. Но сегодня я сделаю вот это. Повторюсь. Хочу овощи помыться с этими мочалочками. И хочу сделать масочку. И хочу попить кофе. В принципе, что сейчас я сделаю. Сейчас сниму для вас этот сюжет. И ещё был небольшой, девочки, заказ. Так, забыла вам показать. Я в коробочку из-под золотого яблока. Вчера тоже забрали с дочкой по пути домой заказ. Сошли с подружки и забрали золотое яблоко. Вот это я купила в подружке. Положила просто сюда, чтобы не забыть вам показать. Ой, не смогла мимо пройти. Хотя у меня целая коробка бальзамов для губ, которые ждёт, что я их вам покажу. Но в последнее время, не знаю, может, это реклама, может, действительно, честный отзыв. Хотелось бы верить. Много блогеров, которых я смотрю, показывают косметику Эвелин и хвалят. Хвалят средства для тела, хвалят масло для тела, скрабик. Я удержалась, не купила. Просто потому, что у меня есть средства для тела. Тут не удержалась. Хотя тоже есть. В общем, идеологика, она неизвестна. В общем, там я смогла, в принципе, включить разум и не купить. Думаю, пока дамажу. У меня есть, наверное, 2 или 3 баночки масла и лосьон, и масло для тела. А тут не смогла. Значит, это была подружка. Good morning. Вот такой вот консилер решила попробовать. Хорошая очень была цена. Прям бюджетная. Это марка Эстрады. И очень хороший отзыв я зашла, почитала. Вчера попробовала. В принципе, мне понравился. Тушь взяла. Хотела вспомнить молодость. Это Max Factor. 2000 калорий. Рублей 400 она стоила. По сравнению с любимой Maybelline. Ну, дешевле. Решила попробовать, но нет. К сожалению, у нее так натуральная щеточка изогнутая. Она идет для подкручивания и объема. Моим ресницам тонким, ну, не подходит. Это было хорошо, как бы не вызвало никакой отрицательной реакции. Именно аллергическая. У меня бывает такое на средство. То есть, глазам было комфортно. Но, как вылили ресницы, не мое. Надо было прям сильно-сильно мудрить. Взяла вот такую пудру. В 03 оттенке она у меня была, но в другом дизайне. Тот дизайн мне больше нравился. Ну, в общем-то, немножко сменили они. Сама пудра хорошая. Вчера тоже попробовала. И вот из-за чего я делала заказ. Ну, знаете, когда вы смотрите что-то в интернете или роетесь в приложении золотого яблока, они понимают свою целевую аудиторию и начинают вам подкидывать рекламу. В общем, я это целевая аудитория на 100%. И все вот эта помадка мне показывала. Помада называется Russian Beauty Guru. И у них очень красивые бежевые оттенки. И мне так она заинтересовала. Но она стоит, вот эта мне обошлась, рублей, наверное, 800 со скидкой. Там еще какая-то была акция. А так она больше тысячи. Вот такой у нее дизайн. Вот такой я взяла оттенок. Это 0,5. Сейчас, в принципе, он прям передает, как она есть. На губках хорошо. Губки такие увлажненные. Так, на ногти вы не обращайте, пожалуйста, внимания. Это огородные дела. Называется она RBG Russian Beauty Guru. Русский нюд серия. Там такие красивые названия оттенков. Вот эту именно помаду разработал Денис Карташов. Вот так здесь все написано, где кто делает, какой состав. Сделано в России артикл. В общем-то, меня она привлекла. Я пришла в золотое яблоко, но не было этого оттенка. Но был тестер. Я попробовала и решила заказать. В общем-то, я довольна этой помадой. Давай, лови цвет. Вот. И такие были покупки. Девчоночки, сейчас смонтирую видео, потому что у меня, как обычно, в телефоне недостаточно памяти. А мы сейчас пройдем на прогулку. Я, конечно, захочу там что-нибудь поснимать. Поэтому я сейчас монтирую, выкладываю. Это все раскладываю по своим местам. И впереди вас ждут новые влоги, новые видео, что сейчас в отпуске время позволяет. Все. Всех обнимаю. Желаю всем мира, добра, всего самого доброго, хорошего. Спасибо, что вы со мной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok